Приветствую, друзья! Дорогие друзья, поздравляю с началом священного месяца Рамадан! Раскрывая с точки зрения врача, психолога, психофизиолога, художника, автора многих книг, тренера по методу ключ, чемпионов мира, я вам раскрываю суть на психофизиологическом уровне, что даёт, например, пятикратная молитва и вообще, что даёт молитва во всех религиях мира. Повторяемые действия, которые совершаются во время молитвы, они на уровне ментальности и на уровне физических действий, они снимают лишнее напряжение, они снимают стресс и выводят человека, отрывая от его всего земного, навстречу с этим состоянием вечности. Происходит обнуление. Это состояние, когда нет там страха, когда там нет шаблонов мышления, когда там нет подражания авторитетам, когда есть именно вот это тонкое чувство человека, вот это состояние, когда ты над проблемами, над задачами, над суетой, стрессом, страхом и вот этими ограничениями ума, и выходишь на чувство вечности, бездонности, вот это состояние безвремения. И там поэтому, вот в пятикратной молитве посмотрите, в других религиях посмотрите, вот эти повторяемые действия, повторяемые молитвенные слова или мантры повторяемые, они выводят человека из доминанта стресса, не позволяют ему зависать и накручиваться, освобождают его мозг от перенапряжения и позволяют ему задуматься. И это же время, когда человек начинает становиться человечным, человеком, когда он, отсекая страх, шаблоны мышления и так далее, выходит на своё творческое начало, на состояние Творца. Поэтому это соприкосновение с Творцом, как сказано, и в Коране, и в других, и в Евангелии, и во всех религиях, где у человека и в буддизме развивается именно сострадательность, сочувствие, созвучие, чувство бесценности живого. Друзья, поэтому люди, которые совершают молитву, они по существу во всех религиях, и, естественно, и в пятикратной молитве о мусульман, они при этом становятся более мудрыми, они просветляются, они поэтому становятся более здоровыми, более гуманными. Я имею в виду, при правильном поднимании этого всего, без фанатизма. Без фанатизма. Потому что фанатики во всех религиях существуют, и не только в религиях, которые не слышат смысла, а закорачиваются на какой-то букве и не понимают, о чём речь идёт. Вот смотрите, музыка, скрипачка, она, когда вошла в ритм, она соприкасается с вечностью. Видите, звёзды над нами, космос внутри нас. Как и у нас в наших всех книгах стоит эмблемка человека, левитирующий, летающий, где у него звёзды над нами, и звезда внутри, как сердечко. Поэтому наш метод ключа – это школа человечности, школа будущего. Поэтому, друзья, ещё раз поздравляю всех с началом священного месяца, Рамадан. Будьте здоровы, любите друг друга, и пусть будет благополучие и мир в вашем доме. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok